Всем привет, друзья! С вами Басик и я. И сегодня мы с Мишей решили снять новое видео, потому что нас давно не было. И мы вам покажем небольшой мастер-класс и приложение, где можно смонтировать очень классное видео. Давайте начнем! Ну, а точнее, что будет за видео? Это видео будет то, где Миша будет сам двигаться и фон у него будет меняться. Для начала нам понадобится приложение кукольная мультипликация. Заходим в нее и нажимаем на плюсик, то есть на новый фильм. Дальше нажимаем на камеру. И у вас появляется камера на того человека или на тот предмет, на который вы ее навели. У меня это Басик. Если вы делаете все, как и я, то надо обязательно однотонный фон. Я взяла вот такой вот однотонный фон. И дальше нажимаем на вот эту вот красную кнопочку. И тем самым делаем фотографии. Фотографий надо очень много. Смотря что у вас Басик должен делать. К примеру, пусть он помашет лапкой. Для этого вы должны сфотографировать сначала просто сидящего Басика или же человека. Смотря что вы делаете и кого вы фотографируете. Дальше поднимаем ему немножко лапку. Чтобы это было немного... Ну, чтобы это было заметно. И фотографируем. Дальше поднимаем выше лапку. Так, давай, Миша, поднимай. Дальше поднимаем выше лапку и тоже фотографируем. Потом, допустим, ее будем опускать. То есть, вот так вот фотографируем. И опускаем совсем. Тем самым у нас получается с вами фильм. Где Басик или позирующий машет лапкой. Сейчас давайте его посмотрим. Вот Миша и машет лапкой. И сейчас мы фотографируем все дубли и все движения, которые должен делать этот человек предмет. Ну, а если точнее, позирующий. Я уже сделала фильм. И у меня получилось 320 кадров. Сейчас отматываем на начало и смотрим, все ли хорошо. Ну, так как я этот фильм смотрела, то у меня все хорошо. Сейчас небольшое начало я вам покажу. Здесь вот у меня также Миша машет лапкой. Когда вы сняли клип, то долго нажимаете на него. И нажимаете на вот эту вот штучку. И дальше экспортировать фильм. Я этот фильм уже экспортировала, поэтому не буду нажимать. Но вы нажимаете сюда, и он у вас экспортируется. Дальше мы заходим в приложение Кайнмастер или же Киномастер. Если говорю неправильно, извините. Дальше нажимаем на плюсик. И выбираем формат. Я обычно выбираю такой формат. И он как раз подойдет для Ютуба. Дальше выбираем вот здесь вот мультимедиа. И выбираем сначала какие-нибудь красивые оттенки, фотографии, что-то такое. И сейчас посмотрим, что у меня есть. И вот, у меня есть вот такие вот красивые, просто однотонные, несколько фонные фотографии, фоны. И я выберу все, потому что видео у нас не долгое, но и не короткое, минуту. Вот, я уже выбрала. Отлично. Дальше вот так вот нажимаем на каждую фотографию. И нажимаем на вот эти вот два квадратика. И вот так вот увеличиваем, чтобы не было видно того, что не надо. Ну, то есть вот этих вот белых цветов. И обязательно надо нажать на равно. Если вы не нажмете, сейчас я покажу, что будет. То есть вот, что у вас произойдет. Он просто будет уменьшаться. Поэтому надо обязательно нажимать на равно. И на следующую фотографию. И делаем все то же самое. И так делаем с каждой фотографией. Чтобы было все одного формата. Я уже выровняла все фотографии. Вот так вот все получилось. И дальше нажимаем на слой. Обязательно надо на него нажать. И тут предлагаются текст, рукописный текст, наложение эффекта, мультимедиа. И мы выбираем мультимедиа. И выбираем то видео, которое мы с вами делали в кукольной мультипликации. И оно должно получиться, что снизу всех фотографий. Дальше мы его распределяем по экрану или по фотографиям. Вот. Чтобы вот получилось нормально. Я чуть-чуть уменьшу, потому что фотографии получились по-разному. Вот так получилось. И дальше нажимаем на вот такого вот человечка, который руки в боке. И нажимаем на включить вот этот вот ползунок. И сейчас подбираем нужный фон. У меня оранжевый, в принципе, нормально. И вот эти вот ползунки тоже двигаем, чтобы получилось хорошо. Мне, в принципе, надо, чтобы немного пропал фон, а басик тем временем никуда не пропадал. Вот уже басик высветился. И убираем вот фон. И чтобы он чуть-чуть был виден, ну, чтобы были границы все же. И смотрим на результат. Вот квадратик наш. Басик хорошо видно, но он немного почему-то зеленый. Вот теперь вот нормальный. Вот так вот получилось. Довольно прикольно. Дальше нажимаем так... И да, забыла сказать, что так же можно это озвучить. То есть нажимаем на голос. И посмотрим, что получилось. Знаете, я селся и удивился. Вот видите, и получился звук. Но мне звук не надо, поэтому я его удалю. Дальше нажимаем на вот эту вот стрелочку. И на экспорт. Экспорт. И ждем, когда он загрузится. То есть экспортируется в нашу галерею, чтобы можно было, к примеру, это загрузить на YouTube. В общем, у меня уже видео почти загрузилось в нашу галерею. Вот, то есть красный ползунок. И все, можно смотреть уже все в галереи. Заходим в галерею. И вот наше видео, которое получилось. Мне кажется, получилось прикольно. Но так как у Байсика глаза тоже оранжевые, как и фон, то глаза у него иногда меняются. В общем, ребята, вот такой вот мастер-класс. Надеюсь, мы вам помогли. И в комментариях можете написать еще идеи для мастер-класса. И я буду снимать. Ну а так, мне кажется, результат получился прикольный. Надеюсь, мы вам помогли. Ну а так. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok